Всем привет, ребят! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня запишу такое небольшое лайф-видео с моими лайфхаками и методами, как я поддерживаю свой иммунитет в такие времена. Но прежде хотела поделиться с вами мнением относительно происходящего. Я, как видите, пребываю в очень бодром и оптимистичном настроении, и это не пятиминутное настроение, чтобы записать видео. У меня такое настроение с тех пор, как я узнала вот эти вот все новости по поводу вируса, по поводу всего остального. Потому что так-то я новости не смотрю, ничего не читаю, но мне уже сказали люди. И что я хочу сказать. На 2020 год просто все эзотерики, все люди, которые связаны с духовной подачей информации, говорили, что это будет год очень больших перемен. Вы прекрасно знаете, что вибрации повышаются, и то, какой был мир, он уже не будет прежним. Он будет 100% изменяться к лучшему, чтобы нам с вами, чтобы люди были более осознанными, чтобы планета была экологически чистая, чтобы мы относились к нашей земле, к нашей планете с любовью, радостью, той же самой осознанностью. И тот уклад жизни, в котором мне иногда было очень тяжело, и я уверена, что вам, некоторым из вас тоже, он будет меняться. И вот когда я начала слушать вот эти вот все предсказания, у меня даже были некоторые такие тревожные состояния, что то, какой мир есть сейчас, и какой он должен быть в идеале, то, что все говорится в том, что он будет меняться, в этом просто две большие разницы и большая пропасть. И у меня вот эти были тревожные состояния, как оно все будет, как сложится, что мне нужно делать, как мне там себя обезопасить и так далее. И когда это все случилось, когда вот начались такие мощные новости о переменах, то у меня сразу же ощущение, что вот началось, и всякая тревога пропала, что мы стоим на пороге больших-больших перемен, а не 100% будет к лучшему. Я просто в своей жизни проходила очень много физических, энергетических трансформаций. Я прекрасно понимаю и знаю по себе, как это бывает иногда нелегко. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все абсолютно к лучшему. Вот, и в принципе, я веду такой образ жизни, как называющаяся сабоизоляция, потому что на данный момент в обществе, в супермаркетах, в скоплениях людей мне очень тяжело энергетически, потому что низкие вибрации, они на меня очень сильно воздействуют. И сейчас я просто... Вы, может быть, кто смотрит новости, надеюсь, вы смотрите и позитив, что в Венеции вода очистилась, стал чище больше воздух. Люди проводят время больше дома, больше с семьей, больше наедине с одним собой, для того, чтобы переосмыслить, переоценить ценности. И для меня это вообще очень хороший знак, очень позитивный сдвиг. Поэтому сейчас будет появляться очень много возможностей. Я знаю, что многие сидят и ждут, когда мир все это утрясется, и мир станет прежним. Но нет, он не станет прежним. Он будет стремительно меняться и улучшаться для нас же с вами. Вот такой небольшой месседж, который я хотела вам передать. И давайте вернемся к иммунитету. Иммунитет, мощный иммунитет, защита от болезней, от вирусов. Это мое, естественно, это мой образ жизни за последние пять лет. Сыроедение, разных чисток, растительного питания, веганство, голоданий. Это то, что я практикую каждый день. Значит, первый пункт, которым я регулярно пользуюсь и всем вам рекомендую, это голодание. Очень хорошо обновляет систему, все клетки, все старые шлаки, токсины. У организма есть энергия для того, чтобы убрать все эти шлаки, токсины. В 2016 году Нобелевскую премию по биологии получил японский ученый Йосинори Осуми за то, что он открыл процесс аутофагии. То есть, когда клетка испытывает стресс, когда голодание, когда там какое-то питание более облегченное, то она активно начинает все эти запасы, весь тот мусор, который она у себя там складировала, перерабатывать в энергию. И голодание — это просто мощнейший способ излечения. Он известен с древности, все им пользуются, коты, животные, собаки, когда нужно что-то перепрочистить. Когда ты заболеваешь, тебе не хочется есть, и это естественный организм. И чтобы не довести к болезни, вот я сегодня на голодании прекрасно себя чувствую. А вот завтра, что я буду кушать, сейчас покажу вам, что у меня в холодильнике, это в первую очередь, конечно же, зелень. Я заказываю специально в ларечках с зеленью, с овощами, еще с шпинат, потому что просто так он не продается. Я добавляю его в салаты, делаю с ним сок, добавляю в еду котам. Вот зелень, наше все. Еще у меня на подоконнике есть зелень, покажу. Потом я большой фанат лаймов, я их добавляю в чаек на живой воде. Ну, как вы считаете, это холодная настойка. У меня было лаймов еще больше. Вот авокадо для салата. Это пасты тахини, кунжутные пасты. Тут очень много кальция, в десятки раз больше, чем в коровьем молоке. Я их тестирую, чтобы сделать максимально вкусный хумус. Хурму очень люблю. Так, здесь это проростки, ростки люцерны, кальраби, брокколи, редиса, фену, грека. Добавляю в салаты. Вот это вот все для салатов. Каждый день практически мы едим свежий салат. Меня не смущает несезонность. Вот я прекрасно себя чувствую, и это для меня самый главный показатель. Здесь я замочила молотые семечки льна и мак. Это будет для смузи. Здесь у меня замочена череда, но это не для питания. Мы своего лысого кота купаем в череде, потому что у него бывают кожные аллергии. Вот что я вчера ела. Сейчас вам покажу. В том числе это тушеная цветная капуста в специях и горох. Просто горох. Я его разварила. И здесь копченая паприка, поэтому такой красный цвет немножко осталось. Так, так, так. Феликс уже тут как тут. Вот, дальше. Ну, эта полка в основном посвящена котам. Здесь у нас мясо для котов. Здесь из соковыжималки, из огурца и шпината сок. Мы котам тоже трем огурец. И Феликс, кстати, огурец очень-очень любит. Здесь овощи. О, да, лук, кстати. Лук это такая тема. Я вообще обожаю лук и в салатах. Хотя, конечно, ой, рыжик. Так, рыжик. Сейчас все будут, начнут писать, что кот в холодильнике. О, боже. Не боишься ли ты глистов. Но я все делаю для того, чтобы у меня был мощный иммунитет и защита от глистов в том числе. Поэтому мне это не страшно. И здесь у нас огуречки. Видите, я все в таких сеточках покупаю. Кокосовое масло. Вот. И здесь, на этой полке у нас в основном все котячье. Единственное, что здесь мое, это хлорелла. Я, кстати, небольшой фанат хлореллы. Но, исходя из того, что я увидела в магазине для растений настойку из хлореллы, что там повышает, в общем, сопротивляемость болезни. И я решила еще для котов увидела на их хербе хлореллу. Ну, то же самое хлорелла, только с надписью для котов. Вот. И мне еще очень понравился вот этот вот сироп. Его, в принципе, не обязательно... Это не реклама. Его не обязательно покупать. Прям его. Здесь вот. Мне просто очень понравился состав. Здесь сейчас покажу. И это можно пить по отдельности. Оживица кедра. Кедровое масло. Облепиховое масло. Мяное масло. И прополис. Это вот супер тоник. Я вот, кстати, долго думала, показывать БАДы или не показывать, потому что, в принципе, сейчас я вот пью только этот сироп и хлореллу. Вот. Потому что люди обычно считают, что БАДы это какая-то волшебная таблетка. И что вот ты ешь мясо, тортики, булки, но выпьешь этот БАД, тебе сразу же полегчает, и иммунитет залетит до небес. На самом деле нет. На самом деле это, не знаю, один, максимум три процента от вот этого вот всего здорового образа жизни. Именно эти БАДы. Самое основное это здоровое растительное питание, зелень, голодание, чистки кишечника. И самое-самое главное это позитивные мысли. В общем, об этом я еще покажу. Сейчас еще покажу вам чуть-чуть своей зелени и что я еще использую. Я делаю вот такой вот настой. Здесь сейчас просто холодная живая вода из вот этого вот активатора АП1. Здесь лайм, мята, шиповник и эхиноцеф. Вот здесь вот у меня разные сборы. Здесь мята моя самая любимая, лаванда, шиповник, еще мята, чабрец. Так, у меня здесь была еще эхиноцея. Антипаразитарка, которую я пила. Кстати, мне достаточно понравился эффект от антипаразитарки. И еще вам хотела показать зелень. Вот, это на завтра на салат. Здесь зеленый лучок, здесь кинза моя любимая и немножко укропа. Укроп пожелтел, но ничего страшного, я его все равно использую. И не в качестве питания, а в качестве украшения жизни. Смотрите, какая у меня красота. Это шикарная королевская орхидея. Вот, мне удалось ее раздобыть после 8 марта по скидкам. Она стоила к 8 марта очень дорого, а после 8 марта продавалась на скидках. И я просто в восторге от нее. И также у меня есть еще одна шикарная композиция. Правда, я немножко... Так, белая на белом, наверное, не очень хорошо будет видно. Но, в общем, здесь нужно горшок заменить на прозрачный, потому что для орхидеи очень важно, чтобы в корнях проходил фотосинтез. Вот, но я так обрадовалась этой композицией, что как-то и забыла об этом, но мне тетушка в супермаркете об этом напомнила. Конечно, за такое короткое видео я не могу рассказать всего, всех нюансов, всех деталей, образа жизни, образа мыслей, которые просто невероятно влияют. То есть оставаться, как оставаться в позитиве, это тоже, я бы сказала, задача не из легких. Ребят, оставайтесь в благостном, конструктивном, позитивном состоянии сознания. Все, что не делается, все к лучшему. Мы стоим на пороге больших перемен, перемен жизни к лучшему. Да, возможно, это проходит через некоторую трансформацию, некоторый период чисток, некоторый период переосмысления, но потом, когда вы оглянетесь назад, вы поймете, что это все было к лучшему. Спасибо вам большое за внимание. До встречи в новых видео.